Между нашими детьми получается 20 минут разницы всего. На имя отзывались они, не отзывались изначально. Потом не было речи, и мы стали уже заподозревать, что у них какие-то проблемы. Мы сперва пошли к невропатологу, нам поставили диагноз. Мы давали еще лекарства, но мы еще не попробовали все дать. Мы с таких, с легких начали. Мы давали лекарства 3 месяца, но результатов никаких не было. Поэтому мы уже прекратили, и дальше уже витамины начали давать. Мне первый раз эта жена сказала, что есть такой центр, и то, что они именно лечат такие диагнозы, даже еще серьезнее. А жена услышала уже от знакомых, да? Мамочка одна рассказала, что ее дядя приводил сюда сына. Потом она дала в Ютьюбе страницу Биер Давида. Мы все смотрели, полгода думали и решились. Давайте я сейчас мультфильм принесу. Давай, принеси. Подожди, Бигфлутан. Когда Давид работал, ну, этот, Давид сам по себе, косо, очень строгий такой. Он не позволяет им большего. То есть, как я заметил здесь, с другими даже детьми, он себя строго ведет, но в меру так строго не слишком. Ты помнишь, мы с тобой говорили, что у тебя вот, смотри, ушки это вот здесь, да? Или вот здесь вот ушки. Слышишь, вот это твои ушки, правда? Вот эти, вот это мои ушки. Я, честно говоря, думал, что клиника, как у нас в стране, там, как в СНГ, то есть сидишь у кабинета, ждешь просто, зашел, вышел и все, здесь ничего такого. Ну, когда мы первый раз зашли в клинику, уже посмотрели, нам очень понравилось. Дети, игровая комната есть, дети сразу туда побежали. И, в принципе, все легко так проходит. Нам все нравится. Все светло, уютно, там, на клинику вообще не похоже. Как будто мы пришли куда-то, этот, просто отдохнуть, поиграть с детьми и все. В принципе, день у нас так же, как и у нас в стране начинается. То есть мы утром просыпаемся, одеваем детей на занятия. То есть там мы на занятия ездили, здесь мы в клинику. До обеда мы тут всех специалистов проходим. Получается, в обед они уже засыпают, пока мы обратно едем на автобусе до отеля. Они засыпают, потом с 5 часов до 3, где-то до 3, до 4. Ну и обратно уже просыпаемся, гуляем здесь. Все то же самое, в принципе, все расписание, как и у нас дома. КОНЕЦ Все, слезай. Все, пойдем на что-то. Давай. Давай смена караула. Ну, Аркадий, я вообще не плакал. Хорошо. Да, ну уже привык. Чего у тебя там? Что касается Йосефы, Вначале дети тоже лежали, плакали. Потом, видимо, привыкли или не знаю что, но уже через 2 недели они уже молча лежат. Даже иногда хотят что-то сказать, какие-то звуки издают. Им нравится. Они оказались очень разные. У нас старший отставал очень сильно от младшего. И вот к концу месяца уже этого они уже выровнялись. Также мы очень много советов узнали. Некоторые вещи мы, оказывается, неправильно делали дома. Будем теперь повторять. Например, мы сразу ждали результатов. Например, игра в песочницу. Мы уже думали, когда они начнут строить замки, когда начнут играть со всякими формочками. А нам Аркадий, это арт-терапист, он говорит, что нужно дать ей тем время. Пусть они сперва попробуют потрогать просто песок, в рот положить. И дальше-дальше они будут развиваться. Это его любимое место. В начале они у Аркадий, Аркадий занимались полминуты, потом уже плакали. А сейчас уже и минута, пять уже могут даже семь минут просидеть с ним и поиграть. В детях, да, изменения, получается, они как-то живее стали. Раньше они на нас даже особо внимания не обращали. То есть, ну, только когда им что-то надо. А сейчас они начали как-то ближе к нам, что ли, допустим, мы с женой сидим, смотрим телевизор. Они оба прибегут просто к нам и сядут рядом с нами и просто не отходят. То есть, ну, в течение минут, где-то пять-шесть минут могут так просидеть. Потом им надоедает, конечно, они выходят дальше свои дела делать. Ну и еще одно изменение, что я заметил, Бек Султан начал этот, получается, наш младший, начал звуки связывать. То есть, он раньше мямлил, но он один и тот же звук обычно всегда повторял. А он сейчас как-то начал связывать, что ли, звуки? Дополнительно к этому я заметила, что у них взгляд стал живее, они стали любопытные, куда угодно лезут, теперь они стали более самостоятельные. Изначально они были в себе, потом мы пока год с ними занимались, они стали открываться. Но все равно прям такого интереса не было. А сейчас они вот даже вот так вот все посмотрят, что где находится, пойдут потрогают, уже любопытнее стали. В глаза стали чаще смотреть, прямо вот так. Раньше они просто мимоходно вот так, когда проходили, в глаз посмотрел и ушел. А сейчас начали иногда даже задерживаться, так смотреть, рассматривать. В лица заглядывать? Да, в лица заглядывать, начали нас рассматривать. У меня есть желание вернуться. Хотелось бы, конечно, там через год или через полтора, как получится, конечно. Мы знаем, что у нас дети чуть-чуть капризные, но они это все понимают, все хорошо занимаются с ними. Большое спасибо центру. Превзошли все наши ожидания. Мы вообще по-другому думали, что центр другой будет, что специалисты другие будут. Но вот прям хочется вернуться обратно сюда. Будете на связи? Да. И все время пишите. Раз в неделю хотя бы вам нужно написать, хорошо? Анастасии, да, мы пишем? И если есть какие-то проблемы, вопросы, то ко мне. А, все, спасибо огромное. Хотя бы три месяца, что ли? Да, все хорошо. Спасибо большое. Учения хорошего. Учения хорошего. Учения хорошего. Да, ну, удачи. Когда приедете, напишите, что за это я. Спасибо. Да, обязательно. От всей души спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.